доброго времени суток закончилась одна очередная рабочий день по адаптации вот этого помещения производства мицелия давайте пройдем посмотрим на наши результаты что у нас конвейера только что сошла очередная партия мицелия вот мы его видим это только что мы поставили а вот это наша предыдущая работа кто следит регулярно за каналом тот видел наши вот творческие поиски в работе вот как мы это все делали вот эти упаковочки ну что можно сказать результат вот вы видите вокруг меня вот эти все то что там видят коричневые пятна и вот это все ну это из-за ржавчины в общем там стерилизатора вот поэтому вот эти пятнышка немножко такие в принципе результат был ожидаемым можно сказать там ученики немножко накосячили с работы в основном то что делал я то в основном можно сказать почти без получилось все без брака здесь идут какие-то там эксперименты еще там шиитаки с герициями вот здесь его можно видеть что из этого герицы а также получится я вам потом расскажу видим хорошую колонизацию всего субстрата сделали ему сверху палатку будем надеяться что он туда куда-то полезет и что-то из этого полезно получится значит здесь мы делали горизонтальную пробу такую по выкладке мицелия с двумя фильтрами здесь мы сделали снова уже более такую стандартную как ну как обычно вот такие стоячие мешки ну будем будем смотреть что из этого лучше получится значит здесь как мы видим планы у нас на это помещение очень большие то есть оно заполнено можно сказать только на процентов я бы сказал наверно 5 сюда можно уместить потому что как видим вот из этой полочки на полку помещается на одну полочку помещается два пакета то есть эти пакеты мы сейчас уже делаем по 6 килограмм то есть 12 кило вот получается в этих двух мешках то есть если здесь в таком формате то здесь получается всего 6 килограммовый пакет лежит то здесь сразу стоит вот 12 и таким вот образом можно себе посчитать сколько всего лицеля помещится в только в этом помещении которое тоже принципе у нас рассчитано что здесь будет мицелий но сейчас здесь происходит тоже такая адаптация этого помещения изучаем условия которые в нем тут находится и мы сейчас сделали пробную по партию грибов и можем посмотреть что у нас здесь сейчас находится это все все грибные блоки это штампы 80 как видим здесь абсолютно отсутствует какие-либо условия здесь отсутствует какая-либо вентиляция здесь отсутствует что там еще нужно даже даже обогрев сейчас отсутствует потому что разогнали всех работников этой самой матери по известным причинам для всех почему их разгоняют и поэтому даже некому сейчас подогревать но как видим результат несмотря на все эти результат у нас есть вот наши грибы что хотелось бы здесь отметить относительно грибов это штамп 80 посмотрите пожалуйста как выглядит первая волна штампа 80 вот для тех людей которые привыкли покупать грибы в маркетах вы привыкли к этим дохлым промокашечно белым вешенкам запакованы в пленочку которые выглядят как неизвестно что так я хочу обратить ваше внимание буквально через очень короткий период мы все таки придем на рынок с нашими грибами и мы потребителю покажем что вешенка она должна быть вот такая это не переработка которая выросла на улице это первая волна и она должна быть вот такой красивый из особенно для грибоводов нужно я бы хотел сделать одно такое лирическое отступление если мы говорим о грибах то в основном на первый план всегда выходит вентиляция влажность и о свете мы всегда говорим между прочим ну какие-то лампочки там поставьте там и все такое но обычно вот именно такой параметр как освещение мы упускаем из виду а что показала у нас здесь вот эти результаты здесь уже собранные грибы это не не все вы понемножку уже сейчас собираем и видите вот то что часто нарастало значит обратите свое внимание и что удивило меня здесь здесь мы получили 23 процента с первой волны по грибам 23 процента мы сняли только на первой волне из этих блоков я для меня была немножко такая задача я не мог понять откуда могли взяться 23 процента при отсутствии вообще каких-либо полноценных условий и температуры вентиляции и всего остального понятно это подвальное помещение важно здесь высокой хорошо что влажность здесь действительно то что нужно грибам больше здесь параметры никаких положительных нету нету даже вентиляция она здесь пассивная что дверь открыли вот все выходит откуда могли взяться вот этих 23 процента понятно что там хорошими цели мы заложили и все такое но ответ я потом для себя нашел он оказывается находится у меня над головой вот планировка вот этого помещения которое позволяет здесь нету освещения здесь дневное освещение вот это дневной свет здесь нету никаких лампочек здесь даже лампы пока нету для освещения но это не нужно грибы у нас растут вот такого цвета они абсолютно природные и именно вот а смещение освещение этот паралиток он дает возможность чтобы грибы не сам гриб вот чтобы он нарастал и образовывал вот такую массу таким гриб может быть только при достаточном количестве освещения никогда никаким способом никакими лампочками воссоздать такое освещение мы не сможем поэтому здесь нужно отдать должные планировки вот такого такой формы подвальчик а здесь просто было найдено абсолютно прекрасное решение сделать прозрачный вот этот потолок для того чтобы грибы у нас были вот такого цвета и чтобы потребитель научился не вот эти белые промокашки в магазине должны быть на витринах а вот такие красивые грибочки вот это относительно освещение ну результат у нас здесь просто поражающий пахнет вот и особая немножко я хотел остановиться уже просто закончить это видео вот на этих изысканиях и дать некоторые рекомендации по вот этим пенёчкам значит здесь все идет прекрасно мы их инокулировали внутри между этими бревнышками значит между бревнышками если посмотреть то там происходит следующий процесс вот ну вот здесь я не знаю сколько будет видно вот распространение мицелия вот распространение мицелия как жвачка между между двумя частями вот посмотрим не ну так не видно в общем он там распространяется значит там шиитаке значит вот смотрите вот какие пенечки пенечки вот такие что на них еще растут листочки живые живые то есть они да то есть влажность у них просто колоссальная зашкаливает если присмотреться хорошо там поискать там внутри вот такие жвачки они вот тоже здесь внутри здесь плохо видно сейчас покажем на этих осторожно сейчас покажем где-то на герицы ну вот можно показать вот видите что происходит он просто как выйти вот гимицелий растет из этого пенька значит это они уже пролежали месяц значит ну где-то я вижу вообще такая красота просто так а ну ну вот тут можно вот они просто между этими щелями видите они добрались до подкоркового слоя и сейчас мицели будет про прорастать именно под кору то что я на чем и а вот там а вот там видно тоже хорошо смотрите что она делает видите как она хорошо идет при хорошей влажности как она прекрасно распространяется в этот в этих стилях она просто их как заполнять значит сразу скажу что им на улицу еще пока рано выходить вот этим пенечком значит дам такую рекомендацию для эксперимента взять обыкновенную пищевую пленку вот эту стрейчевую такую вот и стрейчевой пленкой какую-то часть например из каждой партии например о три-четыре штучки замотать вот это вот это замотать встреч поле хорошо вот просто встреч вот это замотать потому что я вижу вот где заклеена скотчем вот здесь мицелий растет потому что сохраняется влажность вот здесь просто даже даже под самими скотчами вот растет мицели вот 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 видно даже на этом обрати внимание и получается что мне кажется если бы мне кажется что если бы их замотать встреч но оставить просто торцы для дыхания здесь бы уже всеми целям залепила она получается лишняя влажность теряется с другой стороны не все обязательно так делать потому что есть вероятность того что начнет или зеленеть или там начнет какая-то плесень расти или еще что то то попробуем экспериментально сделаем такую попытку часть этих пенечков замотать стрейч и посмотрим что из этого всего получится ну и в ближайшее время когда уже станет тепло недельки через три вот эти пенечки они все-таки переедут на улицу там их не место то есть подвал для них был как колыбель колыбель развития мицелия а в дальнейшем мы их просто таким образом будем выкладывать на грядки на улице и будем наблюдать что у них какие результаты они нам покажут а дальнейшем да следите просто за канал и расскажу вам результаты с вами был макс салер до следующих встреч